Как было в нашей каюте? Бабушка мне сказала, что каюта это комнатка, и там кровати, и столик, и окошко. И окошко можно открыть, оно уходит вниз, и тогда прямо без стекла можно смотреть. И всё видно, и всё слышно, и воздух хороший. И чтоб я скорее допивал кофе, а я всё допил и говорю, вот, и слез с дивана. Мы с бабушкой пошли, пришли в коридор, там окошек нету, а вместо крыши сверху стекло. Только не совсем стекло, оно белое, как бумажное. Через него не видно, а свет идёт. Я сказал, почему? А бабушка говорит, так, по-настоящему скажи. А я не захотел. Потом мы остановились, бабушка достала из сумочки ключ, а на ключе прицеплена копеечка, только большая. Бабушка на неё посмотрела и говорит, ох, верно, семь, и на дверях семь. И показала мне, как это семь. А семь это как кочерга, а потом ключом трик-трак и открыла. И мы вошли в каюту. Там никого не было, только наши чемоданы. И вовсе не кровать, а только одна кровать, а у другой стенки диванчик. Бабушка сказала, что я буду на диванчике спать. Потом ещё был шкафчик. Он выше меня и совсем к стенке прилеплен. Он очень гладенький, и я стал его гладить. Какой смешной шкафчик! Бабушка подошла, взяла шкафчик заверх и поломала пополам. И стало очень смешно, потому что получилась полочка, а на полочке приделан таз, а в стенке кран. И вышел умывальник. Бабушка пустила воду, а я стал смеяться и стал в ладоши хлопать и кричал «Ура!». А потом бабушка закрыла кран и завернула эту полочку наверх и захлопнула. И опять вышел шкафчик. И вода никуда не пролилась. Я закричал «Бабушка, ещё, ещё!». Бабушка опять сделала умывальник и сказала «Помой же заодно руки». И мы руки мыли с мылом. А там за чашкой пусто. И когда закрывать, вода туда выливается. Бабушка сказала, что оттуда идёт трубочка. Только её не видно. И не надо бумажки бросать, а то трубочка засорится. Как меня тётя хотела забрать. Я увидел кнопочку около двери и сказал бабушке. «Это чтоб чай дали, кнопка?» Бабушка сказала. «Это чтоб уборщица пришла. А чай здесь пьют в столовой. Вот где мы сейчас были». Я стал просить, чтоб позвонить. А бабушка говорит «Ну, она придёт, а ты шо скажешь?» Я сказал «Нет, ты скажешь». А бабушка «Нет уж, ты позвонишь, ты говори». А я стал капризничать и говорить «Нет ты, нет ты, нет ты». И стал с животом по дивану кататься. А бабушка сказала «Так а ну перестань, Алёшка, капризничать. Я сейчас растержусь». А я стал говорить «Буду, буду, буду, буду». А бабушка сказала «Ну, я на такого гадкого глядеть даже не хочу». И стала чемодан раскрывать. А я начал пальчиком к звонку тянуться. Я долго тянулся. А бабушка всё не смотрит, как я тянусь. И тогда я совсем пальчик к кнопке приложил. «А бабушка всё равно не глядит», – я сказал тихонько. «А вот и позвоню». А бабушка опять не глядит. «Какая бабушка!» Я взял и нарочно придавил. И слыхал, как зазвонила. Только далеко. А бабушка всё равно не посмотрела. Я стоял около дверей и вдруг услышал, что идут. И потом к нам в дверь постучали. Бабушка говорит «Войдите». Вошла тётя в белом фартуке и говорит «Вы звонили?» Бабушка говорит «Я не звонила. Это вон кто звонил». И посмотрела на меня. А тётя говорит «И что же ему нужно?» И прямо мне говорит «Тебе что же нужно?» Я схватился за бабушку и хотел за неё зайти, чтобы спрятаться. И сказал «Бабушка, скажи, что?» Бабушка мне спрятаться не дала. Она сказала «Ты звонил?» «Ты и говорим». И посмотрела на тётю в фартуке. Тётя ко мне ближе подошла и говорит «А ты знаешь, что у нас так звонить нельзя?» «Давай-ка я тебя к капитану отведу». И хотела меня взять за руку, чтобы к капитану отвезти. Я руки назад спрятал и закричал «Не хочу, не хочу, бабушка!» И залез под столик и стал плакать. А тётя говорит «Ну и куда ты там прячешься?» И совсем под столик нагнулась. А бабушка нарочно в чемодане всё перебирает. И не глядит, что тётя меня забирать хочет. А тётя говорит «Будет ещё тут всякий мальчишка в звонки тут звонить». И совсем хотела меня взять. А я сказал, что не буду и ещё больше заплакал. А тётя сказала «Вот спрошу капитана, что с тобой делать?» А бабушка сказала «Вы извините, что он у нас такой гадкий».